Открытие Андреевских чтений. То, что происходит сейчас во всем мире, это глобальный экстенциальный кризис. Кто первый узнает о погоде? Лето прогнозируется близким к климатической норме по температуре. Трудоустройство ординаторов Казанского федерального. Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Виктория Бояринцева. В Институте психологии и образования Казанского федерального университета состоялось открытие 8-й ежегодной Всероссийско-научно-практической конференции «Андреевские чтения». Чтения посвящены профессору Казанского федерального университета, заслуженному деятелю науки Российской Федерации, академику Российской академии образования Валентину Андрееву. Идейным вдохновителем проведения научной конференции стал сам Валентин Андреев. Когда профессора не стало, организацией и проведением стали заниматься его ученики. Конференция продлится два дня. Ключевой ее целью является развитие и популяризация идей научной школы, педагогики, творческого саморазвития. Обсуждались темы самых разных направленностей. От саморазвития личности до цифровизации повседневности. И задача номер один человека в новом мире – это задача создания новой этики, новых границ реальности для управления и настройки на новую систему. То, что происходит сейчас во всем мире – это глобальный экзистенциальный кризис. Завершится конференция познавательными мастер-классами, где участники ознакомятся с основами конструирования и программирования роботов и изучат технологии будущего. Аделина Зинатова, Карина Саяхова, Фарид Захитуглы, Универ Ньюс. Сложно представить наш день без просмотра прогноза погоды. На него мы ориентируемся при выборе одежды и даже планируем отпуск, выбирая самые теплые солнечные дни. Подробнее о погоде весной и предстоящим летом расскажем далее в сюжете. Казанский федеральный университет – один из немногих вузов страны, имеет свою метеорологическую станцию. Систематические наблюдения начались в ноябре 1804 года с открытием Императорского Казанского университета и ныне продолжается ежедневно. 23 марта 1950 года была создана Всемирная метеорологическая организация, которая объединила трудоспециалистов из разных стран. Именно эта дата стала официально Всемирным метеорологическим днем с 1961 года. Он проводится с целью рассказать общественности о серьезных экологических вопросах, которые заключаются не только в колебаниях погоды, а также могут привести к засухе, наводнениям и другим бедствиям. Весна – время коварное. Утро может быть снег, днем – солнце, а ночью – мороз. О погодных изменениях лучше знать заранее. Предупредить нас – задача метеорологов. О весне этого года важно отметить, что она все-таки действительно ранняя и действительно теплая. Так, у нас действительно март оказался аномально теплым, и уже сейчас можно сказать, что аномалия составит более чем 2 градуса. Говоря о морозах, важно отметить, что астрономический фактор не отменить. И, конечно, суровых морозов уже быть не может, очевидно. С приходом весны многих жителей нашего города интересует вопрос – каким будет предстоящее лето? Прогнозы экспертов по погоде дают представление об основных особенностях предстоящего периода. В соответствии с классификацией Всемирной метеорологической организации, долгосрочными называются метеорологические прогнозы на срок от 30 суток до 2 лет. Прогнозирование погоды начинается с наблюдения за текущим состоянием атмосферы. Зная это, синоптики могут прогнозировать предстоящие изменения погоды на ближайшие дни, недели и даже месяцы. Согласно прогнозу долгосрочному, лето прогнозируется близким к климатической норме по температуре, в то время как сентябрь прогнозируется все-таки с положительной температурной аномалией, что косвенно может говорить о том, что в этом году высока вероятность наблюдения у нас бабьего лета. Напомню, что в прошлом году жители нашей республики были лишены бабьего лета. Метеорология – очень интересная и важная наука. А работу метеорологов можно назвать романтичной. Ведь они принимают погоду такой, какая она есть. У природы нет плохой погоды. Вот уж точно, девиз работников метеорологических служб. Аделина Зинатова, Карина Саяхова, Фарид Захид Углы, Универньюз. В Казанском федеральном университете прошла встреча ординаторов второго года обучения с министром здравоохранения Татарстана. О всех подробностях в сюжете моей коллеги Аделина Абдрахмановой. В Институте фундаментальной медицины и биологии состоялась встреча ординаторов второго года обучения с министром здравоохранения Республики Татарстан Марселем Минулиным. Встреча была организована для обсуждения вопросов, касающихся трудоустройства ординаторов. Наши ординаторы поймут свою траекторию дальнейшего развития в профессиональном качестве, поймут, какие условия будут им предоставлены при поступлении в ту или иную клиническую базу, трудоустройство в крупных клинических центрах, например, РКБ, в 7-й городской больнице, возможность их там работы и необходимость работы, может быть, и в центральных районах больницах. Теперь, чтобы выпускникам-ординаторам устроиться на работу в такие клинические центры, как Республиканская клиническая больница, Межрегиональный клиникодиагностический центр, 7-я городская больница, Университетская клиника Казанского федерального университета, нужно будет отработать год в районах республики. Желающих работать будут распределять в различные районные больницы на годовую стажировку для получения нужных практических знаний, после чего для ординаторов гарантированно будет предоставлено место в выбранной клинике. Как Марсел Масурович нам уже предложил такой выбор, альтернативу для нас, молодых специалистов, это, конечно, очень важно, потому что все равно, чтобы работать в каких-то крупных больницах, нам нужно набраться опыта, и я считаю, это немаловажно, поэтому я даже подумываю об этом, чтобы уехать и поработать год, набраться опыта и приехать к нам в родной город Казань. Данный законопроект преследует несколько целей. В первую очередь, это стратегическая задача страны по устранению кафедрового дефицита в регионах, а во-вторых, это подготовка молодых специалистов для работы в крупных клинических центрах. Адлина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универньюс. В детском театре «Радуга» Института психологии и образования Казанского федерального университета прошел спектакль, посвященный событиям Великой Отечественной войны. Подробнее в сюжете расскажет наш корреспондент Диана Агнест. В концертном зале пристала театральная постановка, которая показала зрителям события Великой Отечественной войны. Дети младшего школьного возраста обратились к страницам прошлого нашего народа и показали подвиги детей и подростков того времени. Репетиции детского театра «Радуга» шли три месяца. Мы, начиная с января месяца, готовили спектакль патриотического содержания «Юный герой Великой Отечественной войны». В нашем детском театре 11 детей, мальчики и девочки возраста младших школьников, то есть это с 1 по 4 класс. Постановка спектакля повторится 24 марта, но уже в музее «Мемориале Великой Отечественной войны» в Казанском Кремле. А в апреле спектакль будет оценивать экспертные группы из Москвы. Детский театр вот уже 5 лет подряд выходит победителем в номинации «Лучшая театральная постановка». Это достижение всей театральной труппы, и мы этим гордимся, потому что дипломы получает каждый артист в нашем театре и старается играть еще лучше в следующем театральном сезоне. Спектакль направлен на воспитание патриотических чувств младших школьников и студенческой молодежи. По словам руководителя детского театра «КФУ «Радуга» Камала Валеры, дети меняются на глазах, не играя, а проживая свои роли. На улице стало сыро и тепло, а это самая благоприятная погода для клещей. Чем опасно заражение клещевым энцефалитом и как себя обезопасить, расскажем в сюжете далее. Сезон нападения клещей начинается в апреле и заканчивается в октябре. Наиболее активны они в начале лета. Опасны распространением через укус клещевого энцефалита – острого инфекционного вирусного заболевания, которое поражает центральную нервную систему. Последствия заболеваний могут быть разными – от полного выздоровления до серьезных нарушений, приводящих к инвалидности и смерти. Часть случаев энцефалита переходит в тяжелую неврологическую форму, которая сопровождается стойкими осложнениями, включая психиатрические. Возможный смертельный исход. Поэтому к этой болезни надо относиться со всем вниманием. Легче всего клещевым энцефалитом заразиться в лесу. Иногда клещ может попасть в дом с дровами, цветами, одеждой человека, который находился в лесу, или на шерсти животных. Болезнь начинается остро, сопровождается ознобом, сильной головной болью, резким подъемом температуры до 39 градусов, тошнотой и рвотой. Зараженного человека беспокоят боли в мышцах, часто в области шеи, плеч, спины и конечностей. На лице и туловище могут появляться покраснения из-за расширения сосудов. В организм человека вирус клещевого энцефалита попадает в первые минуты укуса клеща. Первично вирус размножается и накапливается в клетках иммунной системы. И лишь потом он поступает в другие органы, в печень, селезенку, далее в нервную систему. Они залезают к нам на одежду, ищут на коже более тонкое место, поэтому чаще клещей можно найти не просто где-то там на руках, а они залезают, например, под штанины в паху, там могут быть, потом в голову, в волосы тоже залезают, за ушами очень часто бывает. Поэтому вот эти места посмотреть. Предотвратить заражение клещевым вирусным энцефалитом можно благодаря мерам защиты и профилактики. В лес стоит ходить в специальной одежде, которая полностью закрывает тело и не допускает заползания клещей. Рубашку заправить в брюки, а брюки в носки и сапоги. Голову и шею лучше закрыть. Также для защиты используют спреи от клещей. После нахождения на природе в период активности клещей необходимо тщательно осматривать одежду и тело. Помимо этого существуют профилактические прививки против клещевого вирусного энцефалита. Но что делать, если вы все-таки обнаружили клеща на своем теле? Если бы сами навыков не иметь, то обратиться в медицинское учреждение. Там, кстати, они могут анализы этого клеща взять на предмет, допустим, боролиоза, который он переносит. Однако стоит отметить, что процент заражения клещевым энцефалитом в Татарстане мал. Для того, чтобы обезопасить себя, достаточно соблюдать самые простые меры защиты. Арина Мухаммед, Шнаддалина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универньюз. 22 марта в культурно-спортивном комплексе Казанского федерального университета «Уникс» прошел маркет IT-профессий. В нем приняли участие работодатели из сферы информационных технологий, находящиеся в поиске работников, практикантов и стажеров. Это компании, предоставляющие международный, российский и республиканский рынок. Среди них «Скоутех», «Астан», «Айсиэль» и другие. Участие в маркете приняли порядка 260 студентов. HR-специалисты дали ценные рекомендации, как составлять резюме и проходить собеседование.